У казахстанских мужчин после перенесённого коронавируса появляются признаки бесплодия. Пусть и на короткое время, но зачатие в период реабилитации после вируса бывает невозможно. Об этом рассказали специалисты. По их словам, такие случаи были зарегистрированы в Казахстане. К сожалению, Кристина, такая статистика есть. Я знаю, что в центрах ЭКО люди, которые готовятся с зачатию, их обследуют. И есть уже несколько таких случаев, что люди после перенесённой коронавирусной инфекции, в частности это мужчины, которые приходят и обнаружатся, что у них аспермия, то есть отсутствие сперматозоидов после перенесённой коронавирусной инфекции. Говорили на брифинге о вакцинации. По словам специалистов, это единственный способ победить пандемию. Снять карантинные ограничения можно будет лишь, когда вакцинированными будут 80% казахстанцев. По словам врачей, вакцинация пусть не на 100%, но защищает от заражения коронавирусом и предупреждает тяжёлое течение болезни. «Однозначно, вакцины сами по себе не вызывают ковида. И те, кто привился, практически не умирают от ковида. Да, вакцины не на 100% безопасны. В крайне редких случаях они могут вызывать побочные явления, такие как аллергические реакции или тромбозы. Такие реакции встречаются лишь у 1 на 50 тысяч провакцинировавшихся. Эту вероятность можно сравнить с попаданием под удар молнии или случайностью оказаться на мосту, которая обрушивается. А такое, как мы знаем, случается крайне редко». Нередко люди заражаются коронавирусом повторно. Все они не были привиты. И каждое последующее заражение протекает со сложнениями, говорят специалисты. По их словам, уже сейчас обсуждается вопрос ревакцинации. О необходимости привиться третьим компонентом можно будет судить по уровню антител. «Прежде чем выдавать какой-то результат, естественно, этот вопрос требует изучения. А вопрос ревакцинации, он решается только после того, когда мы будем знать, насколько долго сохраняются антитела в организме человека, переболевшего инфекцией, либо провакцинированного, и какое количество антител сохраняется и насколько долго». В Казахстане активно распространяется дельта-штамм. У многих людей он протекает бессимптомно, а иногда в виде простуды со всеми вытекающими, болью в горле, заложенностью носа, чиханием. В стране порядка 5000 реанимационных коек. Они заняты наполовину. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации дополнительно развернут ещё 12 тысяч инфекционных коек для лечения коронавирусной инфекции. Врачи надеются, что до такой критической ситуации дело не дойдёт. Анастасия Новикова, Абзалтур Абеков, Информационная служба телекомпании «ЮТРАР».